Здравствуйте, дорогие зрители Живого ТВ, слушатели Живого Радио, в эфире программа Театр наизнанку, я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актер театра и кино Рамиль Сабитов. Рамиль, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Боевое? Прекрасно. Рамиль, вы не только актер театра и кино, вы еще и режиссер. Это громко сказано. Наверное, на 9,99 я все-таки актер. Все-таки вы снимали документальные фильмы? Да, у меня два образования. Актерское и режиссерское. И я как режиссер занимался документальным кино, съемками, музыкальных видеоклипов, рекламы. А также был режиссером телевизионных передач. А какое из занятий вам все-таки больше по душе? Читать книги. А из тех, которые... Хорошо, читать книги. А какие? Сейчас я читаю книгу Достоевский без глянца. Получаю огромное удовольствие. Еще читаю книгу самого Достоевского. Бедные люди. А вот все-таки, что касается профессии? В последнее время я, конечно, читаю сценарий, который мне предлагают режиссеры из студии. Ну, в чем вопрос? Больше нравится быть актером театра, актером кино, режиссером на телевидении, снимать рекламу? Нравится там, где получается. А где все-таки получается больше, как вы сами считаете? Нигде не получается. Вы все равно продолжаете упорно заниматься этим делом? Да, ищу себя еще. Хорошо. А вы сказали, что у вас два образования. Актерское и режиссерское. Закончили два вуза. Расскажите, пожалуйста, подробнее про вузы и про мастеров, о которых получали образование. Я рос на КамАЗе. Для тех, кто не знает, это город Набережной Челны, комсомольская ударная стройка, Татария, Петерстан. И в 14 лет пошел в ДК «Энергетик» и под руководством Галины Васильевны Скворцовой занимался в театральной студии «Орликин». Я думаю, это было мое первое театральное начальное образование. Галина Васильевна Скворцова обучала нас истории театра, сцены речи, сцены движения, то есть самым азам театрального ремесла. После того, как я вырос, закончил школу, я поступал в театральные вузы Москвы и Ленинграда тогда. Поступал очень неудачно, потому что я маленького роста. И моя мама говорила, «Эх, Рамиль, у нас барана нет, чтоб тебя приняли». Барана у нас действительно не было, мы жили в городе, и без барана меня в Москву не брали. Сейчас, я думаю, с бараном проблем не было бы, как и тогда. И когда мама сказала, мама моя зовут Роза Литфуровна, я поехал третий раз поступать, а по тем временам это довольно было дорогое занятие. Это обходилось рублей 100-120, это месячная зарплата хозяина семьи. И вы знаете, когда отправляешь сына, и он возвращается ни с чем, это, конечно, для родителей проблематично. И когда два раза я съездил в Москву и не поступил ни в один вуз театральный, и собрался ехать третий раз, моя мама сказала, «У папы больше денег нет, если ты не поступишь третий раз, он тебя больше не отпустит». И когда я не поступил ни в один театральный вуз Москвы, а возвращаться я понимал, что если я вернусь, я никогда не уеду из Чумов, я поехал в Ярославль, где находилась по тем временам замечательная театральная школа, провинциальная. А Ярославль, как известно, это родина отечественного театра. Федор Волков основал один из первых театров, и сейчас там драматический театр имени Федора Волкова. И вот при этом театре было училище, где преподавали и актеры, и просто педагоги театрального дела. И мне посчастливилось поступить на курс Владимира Сергеевича Соловьева. Потом я ушел в армию, и после армии вернулся и поступил к Сергею Чурозову, сыну великого нашего советского драматурга Виктора Сергеевича Розова, на непокойную, царство небесное. И закончил факультет отделения театра юного зрителя. Наш курс был замечательным тем, что у нас были очень молодые педагоги по тем временам, и очень интересные ребята. Некоторых я могу назвать, потому что вы их знаете. Это Сергей Крылов по кличке Матрас, певец, который ныне, по-моему, подвязался в передачи на НТВ, да, когда они возвращаются. Это звезды их в 80-90-х годах. И известный кинорежиссер Григорий Константинопольский, который снял замечательную, на мой взгляд, картину «8,5 долларов», культовую картину, как ее называли в пределах кольцов, «Садового кольца». И сейчас он работает над производством картины, которая будет называться «В гостях у сказки» по его оригинальному сценарию. Я желаю Грише успеха. У него снимается Даниэль Альбрыхский, ни много ни мало звезда мирового кино. Да. Плюс снимается внук Аллы Борисовны, Никита, сын Преснякова. И еще много замечательных актеров. Я надеюсь, что фильм... Потому что Гриша не снимал 7 лет. И он не снимал не потому, что он не мог что-то снимать, он хотел снять то, что он хотел. Я верю в него и желаю ему удачи. Да. А, вы задали вопрос про второе образование. Я вот видите, такие путешествия совершаю. Потом я, закончив театральный институт, поехал в Киев, там был год безработным. Пытался учить украинский язык, чтобы поступить на сцену украинскую. Но пока я учил язык, я посмотрел практически все театры. И не в обиду высказанно театральным подмостом того времени, вдруг понял, что мне не очень хочется работать в этих театрах. Кроме того, взорвался Чернобыль. В общем, оставшись и без работы, и без крыши над головой, я таскался по студии Довженко, стучался во все двери с такой фразой, которой ныне ходят молодые студенты, выпускники театральных училищ в Москву, по Мосфильму. Стучал и говорил, здравствуйте, вам артист не нужен? Это, наверное, вечный вопрос выпускника театрального вуза. И не только, да. И однажды режиссер Юрий Ильянко взял меня, и я снялся в такой картине «Соломенные колокола». Но я уехал из Киева и попал в город Калинин. В городе Калинин работал мой друг, однокурсник Саша Ивдокима, замечательный человек. Показался главным режиссером Сергею Кузьмину, но ставки, как всегда, актерской не было. И режиссер, которому я понравился, сказал мне, а вы не могли бы остаться у нас работать с монтировщиком сцены, но я вам иногда дам возможность эпизода каким-то участвовать. Вы знаете, поскитавшись в течение двух лет, будучи безработным, без денег, я, конечно, согласился, остался в театре, и на мое счастье или несчастье, актер из Рязани должен был приехать, не приехал. Меня зачислили как актер, я стал работать в труппе Калининского театра «Винового зрителя», которому недавно исполнилось, 75 лет, с чем я поздравляю, если кто-то из Калинина ныне из Твери слушает, я поздравляю своих коллег с замечательной датой. Но работая на сцене, и много работая, у меня все равно оставалась жажда учиться, как-то развиваться, двигаться. И я, конечно, читал театральные журналы, где все чаще и чаще рассказывалось об Анатоле Васильеве. И у меня такая заранилась мечта попасть к нему учиться. И вот, оказавшись в Москве, гуляя по Москве вместе со своим другом Гришей Костенопольским, я проходил, и вдруг узнал, что вот здесь в подвале набирает Васильев. Я спустился вниз, стал поступать, и в 88-м году счастливо поступил на замечательный курс Анатолия Васильева, актерский-режиссерский, который закончил в 92-м году. И получил образование режиссера. Да, это вот следующий вопрос. Как актер театра, как относитесь к антрепризам? На самом деле, очень хорошо отношусь к антрепризе, если она сделана с умом. Если в основе ее... Антреприза, конечно, это, в первую очередь, эхо коммерческих веяний, что ли, да? Тут скрывать нечего. То есть рынка. Раньше они не существовали, они существовали до революции, а потом они были упразднены, потому что у нас рынка не было. У нас рынка практически и сейчас нет, но антреприза возникла. Я отношусь к ней положительно, потому что она дает возможность актерам заработать денег, зрителям провинциальных городов чаще видеть актеров, которых они видят по экрану, на экране телевизора у себя в городе. То есть это такой обмен. Если это сделано качество, качество, с умом, актеры московские, я знаю, общаясь с ними, они очень любят играть, потому что консервные зрители очень хорошо их принимают, любят, и актеры, кроме денег, получают еще удовольствие. Я думаю, что если это не халтура, насколько разбитая, какая-то пошлая пьеса, то она имеет право жить. А если это халтура и сколочено, ну, тогда не мне судить, а зрителю, тогда, наверное, такие вещи, они, мне кажется, долго не продержатся. И зритель у нас умный, хороший, он перестанет ходить на эту антрепризу, на этих актеров. Ну, многие считают, что антреприз идет в разрез с стоими русского традиционного театра, но не из традиции русского театра, потому что у нас существовал императорский театр и существовал антрепризный театр. Мне очень нравится по этому поводу одна история о великом актере русском Мамонт Тедальском. Он играл Ганнета в провинции, и вот все ждут его приезда в каком-то провинциальном городе актеры. Остается пять минут до начала спектакля, как у нас прямого эфира. Они все мандражируют, волнуются, входит в альяжный актер Мамонт Дальский. Они кричат ему, скажите, какая мизансцена? Мизансцена, как всегда, одна, я посередине, вы по краям. Даже в советское время практиковалось, знаете, такая, когда актеры московских театров приезжали в провинцию, и они играли уже в поставленных спектаклях роли Гамлета или какие-то там Федора Протасова, из живого трупа. То есть это практиковалось. И провинциальным актерам было очень интересно сыграть с московской звездой, а зрителям наблюдать. А расскажите, пожалуйста, про театральный дом Экумена. С театральным домом Экумена я познакомился в прошлом году, когда мне позвонил мой друг и однокурсник, известный московский режиссер Александр Огарев, и сказал, что руководитель или основатель этого театра дома Экумена Александр Васильевич Чугунов написал пьесу, которая называется «Либидо», и дал ему возможность набрать актеров пожелания. Саша Огарев давно хотел со мной работать, потому что мы с ним очень много вместе работали, и Васильев нас, в шутку, называл «художественные супруги». И Саша предложил мне работать. Так я узнал, что есть театральный дом Экумена, что есть такая пьеса «Либидо», что есть такой автор Александр Васильевич Чугунов. Чему я безмерно очень благодарен этой встрече, потому что через эту постановку я познакомился с замечательными актерами, с которыми мы два месяца, может быть, даже три, с перерывом, репетировали пьесу «Либидо», которая ныне идет в Москве. Я не знаю, зададите мне этот вопрос или нет, но 10 ноября состоится ближайшая премьера. Это на самом деле премьера, потому что спектаклей было немного, зрителей пребывает. И я, всех, кто слушает, кто не смотрел, приглашаю посетить театр «Луны» 10 ноября этого года. Театр «Луны» находится на станции метро Добрынинская. Нам от Третьяковска удобнее идти. Да, совершенно верно. А что же такое «Либидо»? Понятие, скажем так, ну все знают, что это влечение, а вот в рамках спектакля? Хороший вопрос. Я думаю, что у каждого человека на ваш вопрос есть свой ответ. Я тоже постараюсь коротко, не занимая много времени наших слушателей и ваши, ответить. Для меня, в первую очередь, это команда людей, которая играет этот замечательный, на мой взгляд, спектакль. Очень редкий для театральной карты Москвы. Об этом я заявляю с полной ответственностью, потому что я знаю театральную карту Москвы, посещаю спектакли, общаюсь с режиссерами, с актерами. Мой друг Игорь Ицко однажды пошутил, что люди, которые учились у Васильевой и работают, это эстетические меньшинства. Это ни в коем случае не бросает тень и не выделяет людей, которые работают в этом направлении. Нет. В театре все направления прекрасны, и не может быть чего-то выше, когда что-то выше другого. Нет, просто этот проект совершил путешествие на корабле под названием Либида. Итак, возвращаясь, что такое Либида? Ну, что такое Либида в словарном смысле, вы уже обозначили. Это влечение. Это спектакль, если говорить очень просто, то в словах о путешествии, о путешествии двух любящих половин к целому. Если бы эти две половины в момент начала спектакля были едины и гармоничны, то не было бы этого путешествия. Они не достигают гармонии и в конце. Но сам их путь, само стремление, желание, тоска по утраченному счастью, по утраченному раю, по утраченной гармонии, и есть вот такое, знаете, сейчас я представил некое сальто, которое они совершают в область того, что они ощущали и что они потеряли. Я думаю, что каждый человек на Земле любил и любит, и полюбит, и это счастье каждого человека. И те, особенно кто любили, они вспоминают и первую свою любовь, и влюбленность, когда вдруг ты начинаешь жить, когда у тебя бьется иначе сердце, когда ты теряешь ощущение времени, ты думаешь о своем любимом человеке, ты не смотришь ни телевизор, ты не думаешь, голоден ты или нет, ты не читаешь газет, ты только думаешь о своей второй половине, о своем счастье. И вот об этих чувствах, особенно когда они утрачены, и ты хочешь совершить побег в ту страну, где они находятся, и, если коротко говорить, этот спектакль. В центре повествования два героя, чьи имена, в принципе, ассоциируются с восточными началами, Инна и Ян. Инна и Ян, совершенно верно. Да, они ищут потерянный рай. Совершенно верно. А что это за рай? Я вот говорил уже выше, что я читаю книгу «Достоевский без глянца», и там есть одна глава «Священная болезнь», где свидетели и современники Федора Михайловича рассказывают о его жуткой болезни подучьей. И кто-то из современников, а может быть, даже и он лично там, говорит о том, с кем-то поделился с тем, что это страшная болезнь, после которой он несколько часов, а то и сутки, и двое, ходит по теле, но у него страшные боли. Но за какую-то секунду, до того, как он теряет сознание, наступает в глубине его души просветление, которое дает ему неземное счастье. То, что на земле он не может получить. То есть вот за эту боль, которую он имеет потом, ему дана секундочка счастья. И он говорит, и ради этой секунды можно терпеть и страдать, и переносить эту болезнь. Вот, наверное, отвечая на ваш вопрос, лучше, чем он сказал, хотя он сказал о своем рае, который он чувствует. Наверное, я не скажу. Вот что-то близко к тому, что он говорит. Но у меня нет слов. А лучше, чем он сказал, я не скажу и не возьмусь. Ничего, что я воспользовался Фёдор Михайловичем. Конечно. Значит, в центре послевания Инна и Ян. Психиатры и гуманоиды. Идет такой сплошной поток сознания режиссера. Там, на самом деле, три уровня. Верхний уровень. То есть, есть земля, на которой живут действительно два начала. Мужское и женское. Они даны нам в персонажах Инны и Яны. Я два слова скажу об актерах, которые играют. Женские партии у нас исполняют Оксана Мысина и Милена Цхавреба. А мужские партии исполняют Илья Барабанов и Александр Голубков. Это потрясающие актеры, которые исполняют главные партии в нашем спектакле. Им аккомпанируют и не просто аккомпанируют, но наблюдают за ними некие гуманоиды. О них можно так сказать, что это гуманоиды. На самом деле это действительно гуманоиды, которые прилетели оттуда, где уже люди не любят. Где они клоны, в определенном поколении. И это наше некое будущее. Они прилетают из будущего, в наше время. И плюс этих актеров играют тоже замечательные персонажи. Можно их назовут? Александр Строев, Даша Семенова, Ксения, сейчас фамилия выпала, Ксюша, она меня простит, Ксения и Алексей Шутов. Они наблюдают за мужчиной и женщиной и пытаются разобраться в их чувствах, потому что для них это потерянное чувство. Потерянное чувство также и у современников, у мужчины и женщины. Куда бросаются два любящих сердца? Они обращаются к специалистам. Там есть и психиатры, психоаналитики, и маги, и колдуны, и мальчики по вызовам, как у нас работают сейчас клубы, где живые мальчики в коротких трусиках и накачанные пытаются женщинам вернуть некое ощущение. Наверное, в любви есть все. И ощущение, которое дает и мальчик, какой-то процент. и каждый в поисках утраченного рая любви отправляется туда, где он хочет ее найти. Но в результате этих поисков они оказываются в сумасшедшем доме. Вот так получилось. Не в смысле, что они сошли с ума. Конечно, это метафора. Классическая драматургия строится на трех законах. Единство времени, место и действия. И здесь эти законы нарушаются. все-таки это больше относится к спектаклю, к театру абсурда или к потоку сознания. Сейчас вот модно стала тенденция после литературы, кинематографа. Театр тоже пришел к этому. Опять, почему-то вспоминаю Клигуль, Достоевский без глянца, потому что он тоже был для своего времени очень авангардным писателем и, может быть, не абсурдистом, а его монологи, монологи его персонажей, это были действительно потоки сознания. Но они имели жесткую мотивацию и всегда были энергетически и психически связаны с каким-то центром. Я не очень понимаю пьесы и спектакль, где под грифом поток сознания дается вот ну можно взять камеру поставить перед человеком и он будет говорить все что угодно. Это не будет иметь отношения к искусству. Искусство все равно это отбор. Не естественный отбор природный, а отбор самого искусства. Когда ну это какая-то система все-таки. Поэтому я согласен с вами, что эта пьеса она написана была автором, как он ее именует Александр Алексеевич Чугунов поток сознания. И тексты там очень интересно написаны. Они сначала нам не давались. Я не хочу сказать, что мы полностью овладели текстами, но благодаря режиссуре Александра Огарева, который нашел ход и не бытовой. То есть эту пьесу нельзя играть в бытовом смысле. Вот мужчина и женщина они не любят и они идут к специалистам и разговаривают с ними. Как же нам полюбить? Это будет полный бред. Спектакль начинается с того, что мы увидим два существа. Мы только потом по каким-то признакам догадываемся, что это на самом деле собаки. Жучка и тузик. Между которыми не случается акт, ну такой, скажем, да, прямо реальный акт между двумя, между сучкой кобелем. Потом через сцену появляются персонажи, о которых мы вообще не можем понять сначала, кто это такие. Они наблюдают за жучками и тузиками, потом говорят, вы знаете, давайте мы перейдем к более высшим существам, ближким по разуму, потому что эти низкие нам непонятны. И они начинают делить эти существа. Это заканчивается пролог и начинается вступление в тему. Потом мы видим двух людей, которые просыпаются. и мы понимаем, что о собаках им снился сон. И эта вещь, она на самом деле не заколдована. Потому что если бы режиссер заколдовал бы для нас ее, мы не смогли бы ее сыграть. Но я предупреждаю зрителей, которые, если решаться после моего интервью вообще прийти в театр к нам на спектакль, чтобы они пришли совершенно свободные, открытые и ни в коем случае не ломали голову во время спектакля, желая постичь смысл. У этой вещи смысл есть, но он скрыт и дается только человеку, который полностью отдается тому, что он видит, наблюдает и доверяет. Только в этом контакте, в таком согласии может произойти явление, концепт этого спектакля. Я, например, когда нахожусь за кулисами, часто слышу, знаете, такой звук, да не обидеться на меня зритель, ну не скрип мозгов, но некое подобие, когда зрители усиленно пытаются понять, кто кому приходится, то есть найти некую логическую связь между персонажами. Надо слушать текст и не думать о том, кто говорит его и кто к кому относится и кто это говорит. А вот слушать текст, действительно, тогда это поток текста, который наведет вас на какие-то ассоциации, чувства и родит в вас отклик. А ближе к финалу все станет понятно. У нас очень много вопросов в чате. Давайте мы сейчас немножко ответим нашим слушателям, а потом продолжим спасибо. спасибо заранее за вопросы и спасибо тем, кто слушает. Что вы больше всего цените вашей профессии? Наверное, упрямство, потому что каждый раз после того, как ты либо что-то сделал, либо что-то не сделал, наступает некое пустошение, и если ты на следующий день с нуля все начинаешь, а это происходит всегда так, только упрямство приводит к тебе тому, чтобы ты начал все с нуля. Я уважаю вот это упрямство и самому себе удивляюсь, когда же я закончу выходить на сцену и почему я ухожу и зачем я ухожу. Вы читаете книги, выбираете материал для режиссерского проекта? Хороший вопрос, спасибо. Подсознательно да, сознательно нет. Хожу по магазинам, а выбираю книги, которые помогут мне сыграть ту или иную роль, то есть пытаюсь исследовать темы, сценариев или пьес, которые помогут мне в актерском моем ремесле, но подсознательно конечно ищу материал, который я смог бы поставить в театре или снять в кино. Вот просит рассказать про вашу семью и спрашивают, есть ли у вас дети. Да, у меня есть дети, им 17 лет, их зовут Кристина и Юля, я надеюсь, они сейчас смотрят и слушают. Жену зовут Светлана, я передаю им большой привет. Детям в 17 лет они учатся в открытом университете на факультете иностранных языков, английского и французского языка, но поскольку папа и мама имеют отношение к кино, дети тоже, я думаю, подсознательно стремятся попасть в кино и со временем они мечтают закончить киношколу, если они будут хорошо знать язык и папа заработает пару монет, они закончат киношколу за границей, если нет, они прекрасно могут получить образование здесь и, возможно, они что-то сделают. Они уже сейчас снимают клипы, мне очень понравился их фильм «Человек в белом», второй фильм «Возвращение человека в белом». Это не реклама моих детей, но на самом деле они снимают фильмы на простую камеру, очень хорошие фильмы, и я радуюсь. Вот тут, видимо, кто-то хочет передать привет Грише, пишет, он мне очень нравится Гриша, он еще клипы снимает. Нет, он не снимает клипы уже давно, он снимает кино, повторюсь, в гостях у сказки «Полный метр» на студии «Амедиа». Это первый проект «Полного метра» в студии «Амедиа». Был ли у вас в детстве кумир, который повлиял на выбор профессии? О, сколько угодно. У меня был кумир и остается Андрей Миронов. Вообще, весь театр сатиры семидесятых, когда мне было 16 лет, я первый раз приехал в Москву и за 9 дней посмотрел 10 спектаклей в театре сатиры. Очень на меня повлияли актеры «Кабачка-13 стульев». Вообще, наверное, если кто слушает и знает меня по фильмам, удивятся. Я комедийный актер, и мне всегда было интересно смотреть фильмы нашей комедии. Вот Гайдаевские комедии, актеры Гайдая. Я думаю, что у нас вообще нет равнодушных к этим фильмам. А вот что касается комедии, ведь, наверное, вопреки другим произведениям, созданным в призме «Поток осознания», спектакль «Лебина» заявлен как комедия. «Пьесы Чехова» они тоже заявлены как комедия. На самом деле, это правда. Это веселый спектакль. Но финал там и серии все-таки все умерли. Нет, там никто не умирает. Все вылетают в окно и отправляются в полет. Никто не падает и не сбивается. Это своеобразный манифест художника, поэта. Это не натуралистическое выпадение из окна, потом с неотложкой или там с летальным исходом. Нет. Там в спектакле у нас замечательно есть такой режиссер театра теней Арсений Эпельбаум и театр теней занимает определенную территорию этого спектакля замечательно. Акомпанирует даже солирует и в финале наши герои они как герои картины Шагала летят над городом. вот это скорее персонажи которые стали героями персонажей театрального спектакля которые стали уже персонажами картины когда они летят. Это вот художественный образ когда они с театральных подмостков поднимаются и становятся запечатленными в картине. Какое же тут выпадение? Герои картины никогда не упадут. Не упадут. Не все всегда можно передать словами а к каким выразительным приемом прибегаете чтобы усилить воздействие на зрителя? Хороший вопрос. Это вы или придумали или из чата? Нет, это я придумала. Да, когда нет слов или есть слова но ты чувствуешь что ты сейчас не можешь их сказать так чтобы зрителю было интересно и понятно ты делаешь паузу и обращаешь свой взор к зрителю и ищешь у него не поддержку а наоборот передаешь инициативу ему а дальше уже все зависит от твоей интуиции ты наблюдаешь зал и вдруг ты кого-то видишь кто-то улыбается тебе держит цветы или фотоаппарат тогда ты можешь подойти к краю сцены и начать ему позировать и он берет фотоаппарат начинает тебя фотографировать ты становишься моделью а он актером или ты становишься зрителем исполнителем воли то есть по действию это передача инициативы зрителю а каким приемом импровизации она может быть и в тексте уже за рамками пьесы вот например у меня был такой случай когда я забыл текст это было на сцене театра Маяковского мы играли я забыл текст и я понял что я буду вспоминать очень долго мне стало жалко зрителей тогда повернулся в зал и сказал я забыл текст в этот момент раздался смех в зале и мы пошли дальше а с импровизировать на тему легко я очень люблю импровизировать я думаю зрители которые бывают у нас и не каждый раз это получается но я очень люблю импровизировать а этот спектакль позволяет и режиссер позволяет и автор позволяет я получаю большое удовольствие я играю три разные роли и у меня очень интересные какие? я играю значит академика порчи и приворота который гоняет чертей с плеткой мальчика по вызову хуч и санитара медбрата Кошмаровского это фамилия в стиле гуголь а мы говорим да по поводу Кошмаров одна из идей спектакля в том что сны могут якобы лечить душу а это кто вам сказал о такой идее? это у вас на этой сайте спектакля написано ну мы конечно не играем об этом возможно это мысль автора которая заложена в тексте и мы играем этот текст сами того не осознавать что мы еще преподносим эту идею если такая идея режиссерам нам нам не закладывалась это кстати как раз таки написано в одной из речей автора на сайте про сны ну поскольку он создал произведение сотканное из потока подсознания немного знаю Александр Васильевич я знаю что он человек с одной стороны такой фундаментальный базисный такой научный с другой стороны этот человек неуемной фантазии я думаю что он способен ночью проснуться записать возможно эти тексты пришли к нему во сне а насчет того что лечат ли сны душу я думаю да но я могу сказать о себе что я так вижу много снов за одну ночь что я был бы счастлив если бы бессонница меня лечила а некоторые сны они ну зависит от снов да я соглашусь с этим какой сон а сами не пробовали смотреть сны по заказу а как опять таки автор рассказывал про то что он сам смотрел сны по заказу и хил с актерами этой идеи нет он рассказывал на пятицином какие-то свои истории я не пробовал я знаю только одну историю от своего однокурсника Сергея Репецкого он рассказал мне сон свой как он шел по парку и фотографировал фотограф а через неделю он уснул и ему пояснился сон как он шел по этому парку и этот фотограф дал ему фотографию такой значит сон с продолжением сон в стиле сериала я думаю что в принципе мы все свои сны не видим по заказу только мы что-то осознаем что мы сами себе сняли а вечером вот как бы если бы человек утром был камерой а вечером дивиди а ночью дивиди проигрывателем вот мы утром как камера снимаем а кто-то там монтирует пока мы засыпаем и мы видим какие-то ролики там рекламные книги это уже зависит от того кто на какую тему фантазируем вот о чем бы вы хотели чтобы подумал зритель спектакля меньше всего конечно я подумал бы чтобы зритель подумал о чем-то значительном великом я думаю что я бы хотел чтобы зритель на нашем спектакле не думал в первую очередь ни о чем а а получал удовольствие от игры нисколько актеров я бы не выделял актеров в этом спектакле у нас потрясающая музыка замечательные декорации Веры Мартыновой тончайший режиссура Александра Огарева вот если бы хорошее название этого спектакля мне оно очень нравится это балет то есть балет не в прямом смысле этого слова но в балете есть некая лаконичность точность декоративность и красота я хотел бы чтобы зритель смотрел этот спектакль и не более того и слушал конечно а что по вашему мнению должна быть все-таки первичная любовь или либидо мне кажется без влечения любить не может потому что изначально должен быть импульс а потом встреча я не верю в то что идет человек такой закрытый знаете антилибидиозный безлибидный и вдруг бац ему как кирпич на голову падает существо или он встречает его или он вдруг тает и влюбляется любовь она находится внутри человека а либидо наверное это некие ворота которые открываются и тогда любовь это выходит из человека и она ищет ищет и притягивает вторую половину а вы сами смогли бы поставить такую пьесу? нет почему? ну потому что я не не Александр Горев существуют ли для вас какие-нибудь табу на сцене? конечно да наверное непрофессиональность если говорить о ремесле если говорить о вкусах это пошлость и в последнее время все чаще и чаще мы слышим совершенно справедливые голоса что наше общество в сравнении с предыдущим обществом советского периода в эстетическом смысле гораздо ниже то есть меньше людей читающих глупые передачи глупые фильмы извечные реалити-шоу я бью я не буду называть эти реалити-шоу я бью по рукам детей выключаю телевизор я считаю что родители должны проявлять жесткость в отношении цензуры поэтому лучше мы пойдем назад к тому что было прекрасно в прошлой стране чем мы пойдем вперед все ниже и ниже это правда что с одной стороны мы стали меньше читать и взрослые и дети называешь какое-то имя и дети не знают а наше поколение и творение наших родителей выросли на этом с другой стороны они знают много чего нового чего не знаем мы хотя вот мои дети они Кристина и Юлия и чему я очень рад они читают Домира Скару Уальда в подлиннике а я не имею такой возможности и я им завидую потому что это потрясающий английский писатель эстет и если читать в подлиннике это не так как по переводу не я думаю что поколение растет хорошее вектор и направление будущее светлое путь тяжелый есть силы определенные которые пытаются ну повести туда куда они хотят я имею ввиду я только рассуждаю не о политике а об эстетике об искусстве и я противник если говорить о табу искусству которое опускается до уровня низкого уровня зрителя на потребу я не хочу называть ни передачи ни спектакли ни фильмы я говорю о самом себе в каждом человеке и у меня бывают такие минуты на сцене когда мне получается и легче спуститься этажом ниже и отыграть и и вроде как ты повеселил зрителя но это путь слабого мой учитель Анатолий Александрович Васильев говорил если не можешь играть не получается остановись пусть ты встанешь остановишься ощути под ногами землю или сцену и начни с самого начала все заново но иди в ту сторону которую ты наметил а не сворачивай эх вот по этой дороге не получилось а вот есть приемчик у меня срабатывает это правда что есть известные приемы которыми можно открыть сердца среднестатического зрителя вот эти вот я считаю табу вот эти вот отмычки так у нас тут еще вопросы что для вас счастье и считаете ли вы себя счастливым человеком какие трудные вопросы задают люди мне кажется счастье это когда когда ты хочешь когда ты молод у тебя есть желание желание почитать книгу написать письмо позвонить кому-то с кем-то встретиться да даже убраться в своей квартире полить цветок я не знаю то есть когда у тебя есть силы и желание что-то делать я не в смысле добро а вот счастье это когда есть силы а счастливый ли я человек это можно сказать только если когда будешь умирать в этот момент подумаешь только тогда можно сказать счастливый ли ты человек был или нет кто или что вдохновляет вас я думаю что есть такое понятие весны весны священной вообще природы у меня есть один друг Миша Негин актер у него была операция на сердце после операции мы с ним встретились для него это была очень тяжелая ситуация когда он шел ложился на операционный стол но не знал спасется он или нет и вот после операции мы с ним разговаривали он мне сказал ты не представляешь вот я сижу как я смотрю на эту траву на это солнце я думаю что вот счастье в простоте вот когда человек вдруг сознает что природа богаче его ума его интуиции что он является частью чего-то большого великого а несчастье наше когда мы себя целым считаем я не призываю гуманизму или еще к чему но когда человек поймет что он часть природы он снова вернется в этот потерянный рай я думаю в этом и счастье а пока мы все изданы из дома мы мечемся и счастлив будет тот кто в своей душе обретет этот рай вы снимали с таких знаковых фильмов как личный номер охота на пиранью русский треугольник как вы вообще относитесь к российскому мейстриму положительно положительно потому что это движение вперед это возможность участвовать в мировом кинопроцессе русский кинематограф всегда занимал важную роль в мировой системе координат кино и уступать нам не стоит несмотря на критику извне и внутри любой опыт прекрасен и надо быть позитивным по отношению к труду своих коллег у нас к сожалению скажем цеху и актерском и режиссерском и среди критиков существует негативный опыт исследований и комментарий на тему произведения нашего кино я считаю что конечно не надо захваливать надо уметь и сучок найти как говорю в глазу но видеть в первую очередь прекрасное и осознавать ошибки анализировать их быть добрым и честным и тогда вы знаете как актер который выходит на сцену если в зале мертвая атмосфера если зритель его не приемлет ну какой-нибудь великий актер я затрудняюсь что он способен растопить лед в зале это не правда театр кино любое искусство это это либидо это влечение друг к другу а какая роль оставила у вас наибольший свет в душе может быть театральная киношная из театральных ролей я учился Анатолий Васильев мы играли такой проект Иосиф и его братья замечательный проект там была такая роль фараона язычника который через Иосифа вдруг ощутил в себе связь с космосом и с божественным началом вот это важный был этап моей жизни работа в школе драматического искусства это роль в кино это маленькая роль Венера в фильме Кармен Халиф в сериале Боец который мне дал ну не такую российскую популярность но тем не менее именно по этой роли по Халифу меня встречают и милиционеры и таксисты узнают и школьники почему-то этот персонаж полюбился зрителям и люди говорят спасибо мне очень приятно В настоящее время над какими проектами работаете? Я сейчас снимаюсь в фильме Домовой режиссера Карена Ленисяна где играет замечательный актер Константин Хабенский и имел счастье сниматься с замечательным нашим актером Армен Борисовичем Джаберханяном я являюсь его помощником мы играем двух злодеев и я помощник его и второй проект экипаж режиссера Андрея Каун это история о советском экипаже который попал в плен в Кандагаре того времена Ельцина такая история была в 94 году по-моему и парадокс в том что вторым пилотом этого самолета был мой траверный брат в газино и когда я узнал что это есть такой запуск и сценарий Андрей Каун снял Пираню он меня знал он снимался но он не любит снимать актеров дважды исключая звезд конечно у него снимаются Владимир Машков Александр Балуев Андрей Панин Александр Голубев и я пришел и Андрей говорил вот мой брат был конечно не в этом самолете а нет мой брат был в этом самолете я бы хотел сняться в этом проекте в любой роли и он дал мне роль как раз человека который сыграл роковой роль человека который посадил этот самолет но в кино играю отрицательно но я люблю в злодеев играть злодеи ближе чем положительные персонажи с одной стороны их легче играть с другой стороны они выписаны более красочные с третьей стороны мне кажется если сыграть их правильно их зрители будут любить не меньше чем положительных героев то есть тут масса плюсов а в театр ходите не по работе? да я хожу в свой театр Анатолия Васильева где я сейчас приглашен участвовать в лаборатории под руководством Борью Ханановой и Игорь Ицкого на тему Фауста будет годовая такая лаборатория Фауста Геотты сотрудничаю с театром Моссовета где у Виктора Шамирова я играю спектакль обрученное очень благодарен этому театру за приглашение и играю простите что я себе рассказываю вы задали вопрос хожу ли я да хожу конечно и хожу когда меня приглашают актеры режиссеры какой на ваш взгляд сейчас является перспектива развития театра вы знаете события этого года к несчастью говорят о том что на одну ветвь или такую важную перспективу театральном деле стало меньше я не знаю чем закончится отъезд Анатолия Васильева я говорю это не потому что я ученик но потому что я свидетель его трудов его опытов и я знаю какую на самом деле потерю понес понес театр русский театр многие узнали о Васильеве в связи с скандалом и его отъездом я могу говорить только на эту тему потому что короток я считаю что как бы ни относились определенные силы к этой личности личности неоднозначные но то что русский театр потерял великого режиссера и педагога это правда вернется он я надеюсь театр который остался без художественного руководителя работает там работает режиссерское управление ученики делают спектакли театр работает живет но конечно его науки которую он пытался привить и ученикам и тем кто хотел бы ее познать ее очень сильно не хватает способны ли ученики передать этот метод другим людям которые не были в школе драматическое искусство я на это надеюсь хотя конечно это будет другой театр если говорить о театрах Москвы и вообще провинции всегда на Руси были талантливые режиссеры талантливые актеры талантливые драматурги художники и театр в России будет жить ровно столько сколько будет жива Россия потому что всегда будут зажигаться звезды и зритель я думаю всегда будет верить и приходить и в этом в любви зрителей вечной любви есть залог перспективы русского театра вот у меня две странички одна такая грустная в связи с отъездом Василия а с другой стороны светлая потому что театр это движение это жизнь театр это либидо наша программа называется театр наизнанку а что для вас изнанка театра такие вопросы задаете философские как говорил Фрунзик Макарчан такие вопросы задаете изнанка театра не знаю это ваше авторское название я так о театре никогда не думал с точки зрения изнанки конечно она есть и чаще всего есть такое понятие в театре театр это террариум единомышленников то есть подразумевается некий сплав змей что ли но я знал театр только с лучшей стороны в театре как в любом коллективе бывают изъяны исключения но я знаю театр которые видят ответ на наш вопрос к сожалению наше эфирное время подходит к концу что вы пожелали на прощание нашим зрителям и слушателям только одного здоровья счастья любви желания жить если у кого-то на сегодняшний день есть проблемы я от себя лично хочу пожелать решения этих проблем и даже если я не пожелаю или кто-нибудь вам не пожелает проблемы все равно сядут это на таком большом уровне а от себя и от коллектива театрального дома Айкумена я хотел еще раз пригласить зрителей на спектакль в театре Луны 10 числа 19.00 10 ноября на спектакль Либидо где мы будем очень рады видеть вас о себе я пожелал бы чаще иметь возможность не в смысле быть приглашенным а наоборот быть зрителем прекрасных спектаклей дорогие друзья я тоже с вами прощаюсь до следующего воскресенья следите за анонсами на нашем сайте спасибо 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 Продолжение следует...